Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про лучший билд и лучший гир для сорки. Не осудите меня, пожалуйста, с самого начала за то, что я использую такие сильные питьсты, как лучший, и, к сожалению, Diablo 3 не оставляет нам особого места для маневров. И несложно вычитать, что лучшее здесь вообще есть. Самый простой способ посмотреть, не самому вычислять, а посмотреть, что лучшее существует в этой игре, как эффективнее всего играть, это заглянуть на страницу с ладером. Кто быстрее всего, каким классом, и с какими вещами, и с какими скиллами проходят великие порталы. Я эту работу проделал, я внимательно изучил профили большинства топовых на сегодняшний день игроков в ладере, сорок, варваров, других классов, и хочу поделиться с вами накопленным опытом, результатами своего анализа. Результаты таковы. Сорка играет с огненной птицей, что было предсказуемо, естественно. Все на огонь, в качестве оружия максимуса или горнила, скиллы, так называемый дот, damage on time. Это когда мы что-либо кастуем и сваливаем. Урон хороший, не топовый, как если бы могли бы, например, добавить сюда магический поток, стоя на месте. Или метеорит, например, кастануть. Или и то, и другое. Но очень неплохой огненная птица позволяет разогнаться где-нибудь до почти 200 миллионов урона в секунду. Что я вас уверяю, если вы сможете разогнаться, то вам хватит в любой ситуации. Но самое главное, это позволяет нам свалить и на 35-м великом портале, например, не огрести по полной. Если вы играете на Т6, то, наверное, это не для вас. Но если вы хотите выжить из игры максимум, если вы хотите в великих порталах доходить до предельной своей точки, до точки, которая вообще в состоянии выдержать ваш персонаж, то, и если вы играете с оркой, то этот билд для вас must have. По-другому вы, скорее всего, просто не справитесь. Вас просто будут убивать. Давайте поэтапно. Во-первых, черная дыра и телепортация — это скиллы с временем восстановления. Для того, чтобы использовать их чаще, нам, естественно, хорошо бы откатывать это время восстановления. Для этого мы используем пассивку. Уже получаем 20% cooldown reduction. И вставляем бриллиант в шапку. На самом деле, опционально. Можно ни того, ни другого не делать, а набирать cooldown reduction через другие вещи. Там, через плечи, через варежки, через оружие. Можно получить не меньше, но я пошел по самому простому пути. Через пассивку и через шапку. И я вам, на самом деле, советую, если у вас нет только действительно хорошего шмота на cooldown reduction, который мог бы это компенсировать. Это означает, что мы можем с 30% уменьшением времени восстановления скиллов на треть чаще кастовать черной дыру и на треть чаще телепортироваться. А чтобы телепортироваться еще чаще, мы используем иллюзионист, который при получении дамага с определенной вероятностью сразу же откатывает нам полностью время восстановления телепортации. И мы таким образом сматываемся от опасных, да вообще от любых мобов, очень часто, очень сильно помогает. В качестве руны я использую безопасный переход. Это еще на 25% меньше урона после телепортации. В результате мы получаем очень хороший бонус к стойкости. Пройдемся по остальным скиллам. Огненная снежная буря. Такой вот оксюмарон. Хороший damage on time skill для огня позволяет помогать нам вместе с гидрой и черной дырой разгонять огненную птицу. Вот она. Да, на всякий случай, если вдруг вы 40 раньше не играли, напоминаю, что огненная птица удваивает огненный урон. Вот здесь все подробно написано. Но не больше, чем 3000 урона от оружия в секунду. Разогнать ее до такого уровня не очень легко, сразу скажу. Ну, так что для вас это просто удваивает, но растягивает во времени. Урон удваивается, но растягивается на 3 секунды. Это колоссальный бонус. Наверное, может быть лучший бонус среди всех классовых сетов. Хотя, конечно, спорное утверждение. Черная дыра служит той же самой цели. Кто-то использует кражу магии, чтобы дамаг поднять. Я все-таки использую блазар. Если вы посмотрите на ладр, вы увидите, что примерно 50 на 50. Кому что больше нравится. То есть, 2 руны примерно равноценно, если мы играем с огненной птицей. С гидрой все понятно. Гигантская гидра. Огромный урон. Эти 3 скилла позволяют разгонять нам огненную птицу до очень хорошего дамага. Мы с вами в портале сейчас в обычном нефаремском это проверим. Энергетический доспект здесь тоже все ясно. Очень сильно повышается стойкость. Броня увеличивается на 35%. И весь получаемый урон уменьшается на 25%. Это феноменально прекрасно. Магическое оружие на 20% увеличивает наш урон. К сожалению, не осталось места для фамильера. Но вам бог с ним. Постараемся как-нибудь без него. В качестве камней. Зеев камень возмездия. И проклятие сильных. С проклятием сильных все, я думаю, понятно. Без комментариев. Зеев камень возмездия увеличивает урон. В зависимости от того, насколько далеко мы находимся от цели. Если вы вдруг не знаете, то есть мы... Максимальный урон получается на 50 метрах. Вот, посмотрите. Выше 50 метров для повышения урона отходить от цели не имеет смысла. Ну, только если вы хотите просто от нее убежать. Где 50 метров? 50 метров это примерно вот где у нас здесь иконка кормака. Если у вас босс стоит в уголке экрана, значит вы находитесь с него в 50 метрах примерно. И наносите ему максимальный урон, если используете этот камень. Вот, сделали. Смотались. Вот где-то здесь у нас 50 метров. Мы наносим максимальный урон. Если, например, это рифтовый босс, это, пожалуй, оптимальное расположение. Максимус, я считаю, ну... Может быть, немножко хуже горнила. Но ненамного. Что лучше, плюс 20% по элитке или... Или плюс 20% вообще по всем мобам и минус 20% по элитке получается. Понятно, горнила наносит 40-50 по элитке, а этот наносит плюс 20 вообще ко всем. Но зато здесь есть демон, который цепь, скажу вам, очень хорошо дамажен. Мы сейчас пойдем в портал, вы сможете посмотреть, насколько хорошо и сами для себя решить. Может быть, горнила чуть-чуть будет лучше и универсальнее, но я хожу с Максимусом и совершенно об этом не жалею. Очень хорошее оружие. Всем советую. Ну, понятно, Кольцо Королевской Роскоши. Да. В качестве второго сета Блэкторн. Не обязательно, но вполне желательно. Вот важный предмет. Наручи силача. Мне, в общем-то, повезло, они мне попались довольно рано. Многие за ними охотятся очень долго. Они на 30%, до 30%, у меня 29%, не худший вариант, повышают урон, если мы отбросили каким-либо образом нашего противника. Я вот не на 100% уверен, но уверен на 90%, что это работает и с отбрасыванием Кормака, и с нашей черной дырой. Мы черной дырой отбрасываем противников, после этого они получают на 30% больше урона. Давайте посмотрим, что из этого получается. Если кто не знает, Т6 это 24-й Великий Портал. Ну, аналогично, по здоровью, у монстров в Великом Портале будет, 24-го уровня, будет то же самое здоровье, что у монстров на Т6, на истязании 6. Поэтому считайте, что мы сейчас 24-й Портал делаем. Это немного, но позволит нам провести демонстрацию этого бильда и этого гира. Смотрим, сколько цепь наносит урона. Вот сейчас это весь этот дамаг, я сейчас вообще не бью. Я только с цепью хожу. Ладно, прикончил его. Сам прикончился. Да, Кормак у меня без юнити, ой, без бессмертия, я хожу без юнити. Не очень-то и нужно здесь. Сейчас посмотрим, насколько у нас разгонится. 82, 116. Ну, 116 был последний. Один из последних уронов от огненной птицы. 116 миллионов в секунду. Далеко не предел, но вот то, что получилось сейчас. 60, 88, 76, 80, 105. Определенная доля рандома присутствует. Но порядок, я думаю, вам понятен. Я на боссах, рифтовых, наверное, когда везет, где-то до 200 миллионов поднимаю. Это много, получается не всегда, но когда получается... Когда у нас есть возможность не постоянно убегать, а наносить урон постоянно. Мы получаем очень хороший, таким образом, бонус к урону. Если не тратим время на перебегание с места на место, если гидра постоянно бьет по боссу, если мы всегда попадаем по цели черной дырой, если он не уходит из-под действия снежной борьбы, то где-то свыше... где-то до 200 миллионов урона в секунду от огня, благодаря огненной птице, мы наносить можем. Давайте еще-чуть поиграем. Мне кажется, вам уже все стало ясно. Этот сет, этот билд можно укрепить, если вы играете со слабыми мобами. Например, на Т6, как мы сейчас. И если вам не нужна, не нужна сильно выживаемость. Но я вас уверяю, что выживаемость, особенно на высоких, великих порталах, это гораздо важнее, чем лишние, скажем, 20% дамага. Конечно, вы можете нестабильный аномалий и расплывчатый силу заменить, скажем, хрупким разрушителем или воспламенением. А лучше не расплывчатый силу, это ускоренное восстановление или иллюзионизм, все что угодно. Но я для себя сделал эту ссорку для того, чтобы она выживала. И она выживает, она убегает, прячется, но тем не менее, крайне эффективно и крайне быстро убивает противников. Даже на хороших, великих порталах, там, 35 и выше. А это не предел. Скажете, что это неинтересно? Пожалуй, но все равно гораздо интереснее, чем рекордом с варваром. Что ж, пожалуй, у меня все. Все, пожалуй, вы увидели, как это работает. Все основные вещи я проговорил. Еще раз повторю, что на данный момент никто еще ничего лучшего для ссорки не придумал. К сожалению, вот эта тактика, damage on time, это то, что сейчас работает лучше всего. И убегать от монстров, это для ссорки сейчас один из единственных, единственный способ выживания на, в, действительно, серьезных полевых условиях. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что потратили время на это видео. Надеюсь, оно вам немножечко помогло. Удачи! Спасибо. Спасибо.